Уже всё равно не лягут. О, Сару показывают. Стенка записи опять, да. Контест, немного позже. Комедия Джей Мор. У нас есть Талант-контест и Костюм-контест. Это очень весело. Но у нас также есть Герои из Стром-панели. В около 15 минут. Но Кат, много, много больше, про Близзерфан. Так, сейчас нам показывают про что. Вот, сейчас нам в данный момент показывают. Про игру Ферму, скорее всего, да. Да, нам Ферму показывают. Проигруешь Ферму. Как её можно обновлять. Она будет у Дренеев. Они имеют силы. Оркс? Орк-кланы классные. Это основная основная Орк-клана. И потом мы будем делать больше вещей для специальных кланов. Так что не переживайте. Сейчас мы 15 минут посмотрим Вовку, потом переключимся на Героев, потому что они мне тоже более интересны. Сейчас нам показывают мелочи, которые будут украшать наши... Ээээ... Фермы. Так, у меня сейчас подлагивает. Я перезапущу быстро страницу. Это огромное. О, но мы хотим... Я думаю, на меня никто не обидится за это. Эээ... Ты чё, мужик, материшься-то, а? Забаньте его. Кто? Я? Нет. Вон этот... Чувак. Прям материшься что-то? Да. Фак Ю сказал. Ха-ха. Ха-ха. Ну вот, на меня обиделись. Чёрт. Чё на тебя обиделись? Ну я страницу перезапустил, чтоб не лакал, а на меня всё-таки обиделись. Правильно, нечего без предупреждения загрушать. А я сказал, что их перезапущу. Не зажимай нам, как-тоquet... Ну, не зажимай, как мы говорим о Грифонах, что ли. Что-то будет забыть? Так, стоп, а что это я до сих пор в дзиабло? У тебя по прежнему дзиабло был запущен. Нео! Так не раз. ito И продюсеры имеют фейк-тим, и они повезут нам что-то сделают, что-то делать. И на самом секретную дате, что они там за их desk. И мы знаем, что есть секретная дата, поэтому мы всегда сжать чуть больше. Сейчас рассказывает про тяжелую сторону работу дизайнера, потому что, говорит, эти, говорит, гады Близзарды, у них есть, говорит, точная дата релиза, но они нам ее не говорят. А, говорит, когда мы делаем украшения определенных локаций, мы быстро торопимся, и из-за того, что у нас мало времени, мы, допустим, можем не украсить Дудон Гоблина, и это нас потом будет беспокоить на протяжении всего времени. Поэтому, говорит, я сейчас так и мотикнулся на Близзов, что нет, и, говорит, дорога с нас вечно, а хочется все сделать хорошо, уютно, чтобы все, кто заходит в эти дома, чувствовали себя, что здесь работал хороший интерьер-дизайнер. Чувак отдался своей профессии, отдал свою душу, положил себя, но им не дают. Вот, он сейчас вот делает акцент на, что, видите, там есть свечки, все расставлены и прочее. Я вот, например, вижу вот здесь вот кружку с пивом. Да, он еще говорит, что порой, говорит, эти места выглядят очень голые, поэтому... Но, тем не менее, несмотря на всю голос, они заполнены объектами, даже не заполнены, но, говорит, если было бы чуть больше времени, мы бы получше бы это сделали. Вот, говорит, пока вы все это все играете, я из-за тебя мысль потерял. Из-за меня, или из-за тебя? Из-за тебя. Когда, говорит, вы играете, если вы что-то видите там некрасивое, знайте, это вина Близзардов, потому что нас торопили. Да, дизайнеры тут, конечно, с уникалью. Вот, ребят, пока идет такая смешная конференция по интерьеру, воспользуюсь моментом. Не забывайте, что завтра будет второй день Близзкона, там тоже будет много всего интересного, поэтому подпишитесь, пожалуйста, на оба канала и поставьте плюсики. В идеале на YouTube, потому что там будет анонс, скорее всего. А у тебя есть ссылка на YouTube? Да, у меня в описании есть. Но можно на KG, можно на YouTube, не без разницы, суть в том, чтобы люди просто узнали, что завтра будет, и пришли. Если им интересно, конечно, если им понравилось. Поскольку мы не знаем точное время, во сколько будет Близзкон по Москве, потому что мы уже сегодня накосячили. По идее, в 22.45, вроде бы. Вот, поэтому подпишитесь, чтобы вы не пропустили. Конечно, мы сделали все анонсы, пригласим и прокритим все трубы как можно громче, чтобы вы не пропустили. Но так, если вы подпишетесь, будет намного... Ну да, вам проще. Ладно, не зацикливайтесь ты на подписке, люди сами знают, что это, если им надо, там, и так далее. У меня же голос даже чуть-чуть хрипеть начал. В общем, вот так вот. А что у нас происходит сейчас, в данный момент? В данный момент пока что-то Хип рассказал нам про... Я извиняюсь, если вы получили какие-то хоррассивные рассказы в игре. Все, наконец, еще одна вопрос. Это будет для Стива. Хейли из Вормрест-Акорда хочет узнать... В самом деле, она говорит, что я бы хотел узнать вашу процесс, когда вы делаете анимационную тесту. А, это просто сейчас вопросы с твиттера идут, видать, и более самые... А, нет, с форума. И самые интересные были адресованы определенным людям. Допустим, сейчас был вопрос, как вы придумываете и делаете анимации. Все свои анимации. О, микрофон так жестко сейчас был. О, я обожаю этого персонажа, я жду, когда я его получу в Вовке, по идее. Тебе уже его прислали. Уже прислали? Да, мне вчера его дали, я тебе еще даже в скайт сказал. Да? Я вот зайду сегодня в Вовку, посмотрю на него, потому что это реально офигенный персонаж. А, его прислали на один аккаунт. Так, давай пока переключимся на главную панель, посмотрим, что там. А, там ничего интересного, в принципе, там сейчас общаются с Диабло-руководителем, так что тоже там вопросы, как бы здесь хотя бы что-то показывают. Ну, подытожили. Ладно, я пока тогда тоже отойду на секундочку, пока они подытоживают и приносят быстренько. Убивают беднягу со временем, и у меня вон голова кружится. Не, отличный персонаж, кстати, вот этот. Не, отличный персонаж, кстати, вот этот. Все, кажется, у нас есть около 6 минут или так, поэтому мы могли бы взять несколько вопросов от зрителей. Да, у них чуть-чуть времени осталось, поэтому мы могут вопросы позадавать. Не знаю, как мне, прыгай сюда, у нас микрофон прямо здесь, в центре. А вот там вот микрофон говорит, поэтому задавайте. Да ладно вам, ребят, люди-то разные будут. Бывает, что-то прям так сразу реагировать-то. И я вернулся. Ты в Iron Horde? Нет. Но мы можем спрятать их вещи. Ну что, ты здесь? Я просто людям говорил, что люди разные бывают, а то у меня сразу там фу-фу-фу, ээ, что это? А, насчет чего? А, насчет, насчет девушки, которая вышла. А, насчет, насчет девушки, которая вышла. Откуда? А, насчет девушки. И мы, например, один из этих коллдеров, как и Блэд элфов. Мы, в общем, у нас есть историй, а команда их, в общем, мы должны идти, потому что там много информации, которые были написаны. Да, и многие случаи они добавляют маленькие эльфы в них, и в каких-то более старых эльфах. Молчи, чувак! Я их не понимаю! А я чё, твой персональный переводчик? Привет, ребята! Когда вы создаете молодого эльфа на сегодняшний день, и оптите, чтобы дать ему чистую форму, он потеряет очки. Есть ли возможность с новым характером моделем? Мы можем держать чистую форму и оставить очки? При создании ночного эльфа, чувак хочет, чтобы брови выступали у неё, но была у неё небритая щека. Точнее, бритая, гладкая щека. Можно ли это будет сделать следующим патчем? До дополнений. Да, сказали. Два вопроса у чувака. Человек-котик. Не, ну серьёзно, у него такое ощущение, как будто усики повдирали. Или это только оригинальные эльфы? Да, так... Все ли персонажи будут передизайнены... Только начальные, или все? Так, мы сделали эти персонажи. Мы чувствовали, что это привело к нам, куда мы хотели бы быть. И когда мы начали работать на Пандеране, мы просто... Мы просто взяли эту новую структу, что есть вся эта классная вещь, что мы делали с анимацией, и кунг-фу, я думаю, я думаю, пошли влажно в том, чтобы описать их движение, и это сделало нас понять, что мы хотели бы ее поднимать. В общем, он какую-то ерунду сейчас несет, говорит, что мы... Так и скажи, что ты просто не хочешь переводить. Не, ему задали вопрос конкретный. Вы будете все модели передизайнивать под новые, которые вы нам показали, либо только первые, начальные. Он начал какую-то про Пандару и говорит, скажи, да или нет, все. Как бы им запретили говорить, да или нет? Что-что, пожалуйста. Короче, будут ли Альянсы и Орда объединены, когда они будут на новом острове, или у них будут, опять что, и собственные базы, потому что в Пандарии же все объединено, ну, в большинстве. Я думаю, это... Это возможность. Это возможность. Ой, ты говоришь сейчас? Расистские гаррисы или расисты? Ты слышишь, что ты хочешь? Да. Ты слышишь? Больше мы, говорит, ничего не расскажем вам. Привет, спасибо. Можете показать тролля женщину передизайнером? Я, говорит, хотел бы всех передизайнерных моделей показать, но они еще не все готовы. Я думаю, что мы хотим показать вам как много возможностей. И сейчас мы планируем, наверное, делать какие-то веб-сайт-релесесы или другие вещи, чтобы, как мы продолжаем, показать вам прогрессы, и оставить вас обновлены на то, что мы делаем с этим. Поэтому я бы просто посмотрю, и, знаете, приходите к нашу веб-сайт, и продолжайте проверить, и мы поставим какие-то мессенджеры, мы получим чат на это, поставим какие-то мессенджеры о том, когда мы будем делать это. Это все ты сейчас, человек. Это все ты. Спасибо. Так, стрим опять гуфнулся. Сейчас встанет. Спасибо. Вопрос про новых... Про волосы, но я так и не понимаю. Не, про новых моделей. У них есть новые прически, и эмоции, когда они двигаются, это как-то все выглядит ужасно. Как вы боретесь с тем, что, допустим, когда доспехи на них, и они иногда берут, исчезают, или внутрь персонажа заходят. Да, это, конечно, большая тоже проблема. Но, говорит, мы знаем об этой проблеме, допустим, когда вы одеваете шлем, и тогда полностью вся прическа исчезает. А когда, допустим, шлем не прогружается, тогда вы видите лысую голову. И вот над этим мы не очень сильно работаем, потому что, как бы, это есть глюки, баги игры. Ну да, мол, это не наша проблема. Это не наша проблема, купите лучший компьютер. Всем спасибо, говорит, и переходите на... на героев. И где герои будут? Здесь или там? Либо здесь, либо там. Могут и там, и там быть, но, скорее всего, на Мэне. Да, на Мэне сейчас они будут. Будут на Мэне. Потому что историю про Диабло нам не очень интересно, потому что я бы это ни хрена все равно не смог перевести. Это я пока переключился. Ну что ж, сейчас у нас будут герои, нам покажут игровой процесс. Так, а здесь все равно окно загрузить через 14 минут, так что, пока уберу. Ваши панелисты Дэстин Браудер, Алан Дабири, Сэм Дидье и Крис Сигери. Герои, герои, ребят. Там же написано. Да, герои. Поэтому... любители Лола и... Доты. В первую очередь, любители Доты. На самом деле, даже останьтесь, потому что ведь это начиналось все именно с нее, с первой Доты. Итак, вышли все, кто занимается Стариком. Это все люди. Он говорит всем еще раз привет. Мы уже с вами видели. Это было отличное. Эти, говорит, четыре пацана, с которыми я все время тусуюсь в тесном контакте. И у нас, говорит, все время есть свежие идеи, которые мы обмениваемся. И чтобы вот эта вот игра сделалась. Да, я почему-то так и думал, что это арт-директор. Да, сам волосатый. У него всегда такая прическа. Так, нам сейчас покажут процесс создания. И мы покажем вам определенные моменты. Первый пункт. Герои Близзарда. Близзард. И все франчизы, которые мы объединили и... Объединили и все они в одном месте. И работают вместе как группа. Цель всего... Всего... Всей этой игры, это, естественно, взять своего героя. Взять своего друга. Работать в команде и убить. На батлграундах. Да, на батлграундах. Ну, как это все зародилось. Варик. Да. Стриж. Да, это был взрыв мозга. Да, это был взрыв мозга. Взрыв мозга. Взрыв мозга. Всем понравился. Так же потом начал развиваться редактор карты. Появилась дота. Появилась дота. Много всего интересного. Да, вот сейчас я его опередил. Он говорит, что эдитер был шик. Потом сама игра всех поразила, что есть много возможностей. Потом, когда все наиграли с Farcraft, некоторые люди пошли дальше изучать редактор карт, и они начали создавать шикарные карты. И потом появились интересные карты, в которых очень много людей играли, и всем это нравилось. Он бороду отрастил. Вот. Warcraft 3 это была одна из больших проектов, которые мы сделали, где были четыре разные расы, плюс были параллельные расы, допустим, Мурлоки, которым всем очень нравились. И Warcraft 3 настолько большая игра была, что из нее можно было бы создать еще какие-нибудь мелкие. Да. И редактор карт раскрыл руки многим, и они создавали там разные... Я бы сказал, развязал. Развязал, да. Руки, где игроки создавали разные жанры мини-игр, и всем они тоже нравились. Ну, как сейчас происходит в StarCraft, собственно говоря. Да. Этого дядьку я прослушал, про чем он говорил, так что извините. А, вот они опять же-таки возвращаются и хвалят... Да-да-да. ...движок, поэтому... Все круто. Что он был очень удобный, простой. Ну что ж, назад в 2010-й, когда мы сделали StarCraft, выпустили его, да. Мы вам продемонстрировали на BlizzCon редактор. Все это тоже бомбануло. Да, все это бомбануло, всем это понравилось. Вот, но мы что-то нервничали немножко. Вот, мы... На BlizzCon не хватило у нас времени, чтобы раскрыть полный потенциал этого монстра. Но... И потом мы начали этот проект герои, чтобы как бы показать все прелести проекта. Вот, и когда мы начали в 2010-м это делать, в самих героях были только герои Старика. Не было еще моделей сторонних... сторонних героев... Других вселенных. Да, других вселенных. И наша цель была, чтобы мы создали героев, но... Показать всю прелесть этой программы, чтобы вы могли... Чтобы мы могли вам развязать руки, и вы могли включить фантазию свою и показать нам, на что вы способны. Вот. Да, и даже Мурлоков. Да, и даже Мурлоков. Диабло, и Старкрафта, и даже Мурлоков из Варика. Да, он долгие годы работал, все время нервничал и думал, стоит ли вообще это делать и что мы здесь делаем. Не уволят ли нас из самой классной компании? Про него же сказали паренек в красной рубашке. Да, посмотрите. Да, он был прямо behind me. Очень хорошо вместе. И вот этот постер, который вы видите, он их вдохновил, чтобы добавить всех остальных героев. Вот, и видите, как Близзкон повлиял на нас и вдохновил нас на такой шикарный проект, как герои. Ну что ж. Следующий слайд. Где слайд? Вот слайд. Первый арт, который они нам показали. И какие герои. Мы видим там Диабло, Нову и всех-всех-всех остальных. Офигенно, конечно. Да, офигенный арт. Вот просто короля Лича вместе с Тайкосом, например, вы видите, это же нечто. Вот, и потом мы с Хардстоун игрит немножко потырили, мы играли в него. Он говорит, хоть и Хардстоун и герои разные проекты, но они очень важны для друг друга, и они объединены. Вот, поэтому, играя в одну игру, вы знаете и знакомитесь с другой вселенной, и поэтому... Не знаю, как дальше мысль закончится. Что поэтому? Я прослушал. Собака. Но он говорил, что Хардстоун и герои, они объединены эти две игры. Но они вообще решили объединить в этой игре все свои. То есть, сделать нечто единое из всего. И вот посмотрим, что у них получится как бы в своеобразной доте, но более лучшего качества, на мой взгляд. Ну, сейчас небольшой комплимент в адрес Хардстоун, говорит, классная игра. Первый раз играешь, все понимаешь, и все хочется больше и больше играть. И мы действительно хотим задавать этот жанр. Это то, что мы пытаемся сделать. Мы хотим сделать что-то новое для наших игроков, какие-то новые стратегии, а также татки, и в этом видео. И это как-то, что вы действительно хотели посмотреть, что-то, что доверяете вашей внимания. Ну что ж, герои. Я знаю, это большая часть, над чем работали наши художники, чтобы прорисовать всех моделей. О, там этот есть. Как его? Второй справа, верхний ряд. Как его? Аббатур? Джим Рейнер? Да, многие вопросы, которые я тоже получил, это, вы знаете, сложно сделать, как Старкрафт, Warcraft и Диабло все в том же месте. Самое трудное, это... Самое трудное, это... Отвечать на вопрос, типа, как вы все эти... Всех этих героев собираете объединять-то? Он говорит, наоборот, нетрудный вопрос, берешь да и объединяешь, потому что это же все наше, это же Близзардское, родное. Вот. Не, это все-таки нечто. Поэтому... Я буду ждать, когда мне инвайт пришлут. Блин, когда они вот это все выложат? Сволочи! Они хорошие вещи, не хотят... Не сообщать, не выкладывать. Просто обои выложить, блин, что вам, трудно что ли? В любом случае, эта игра имеет огромный потенциал. Конечно. И если они сделают все правильно, то она будет очень хорошо, пойдет, то есть она... Я уверен, что она гонит как бы Диабло, о, Диабло Доту. И... Они... Они только одну обою загрузили на официальный сайт героев. Ну ладно, мы что-то откликаемся, давайте же героем... Нет, это его слова, лысо. Они говорят, давайте же про героев посмотрим. Да нет, я не над этим смеялся. Лич Кинг, первый наш герой, самый страшный, могучий предводитель всей нежити, разрушитель Азерота. Как же он будет себя вести в героях? Вот, как мы создавали его от... С первого... ...людского образа в... ...как он превращался в короля. И вот его финальная модель, офигенно просто смотрится. И, что вкусно... Для Лич Кинг! Да. Так что, что было немного смешно, как Дессин говорил, мы были летом концепта материала для этого, мы не должны просто открыть пензел или пушить пиксель, чтобы помогать найти этого человека. Их лет и лет артистов Близзардов, которые делали это, они помогли нам. Ну, не всех, но почти. Сейчас посмотрим. Ага, вижу. Вот, мы... Заросший дядя Йети говорит, что мы проанализировали все картинки, все концепты арты и взяли самое лучшее в этого героя. Теперь же мы немного о способности Аскибла. Он... Он убийца, он убивает всех и все, что приближается к нему. Поэтому у него есть такие возможности, как проклятие и ворование... Ворование души. Вот, есть заклинания, над которыми они еще думают, чтобы мы сами выбирали героя определенные навыки. Вот, к примеру, вызов ледяного дракона, который всех будет замораживать. Либо же призывать на поле боя нежитей, которые будут тоже при ударах замораживать. Ну, короче говоря, делают все то же самое, что они делают в нормальной игре. Ну, почти. Ну, да. Хорошо. Значит, нет никого. Я объясню. Нет, в основном, если вы посмотрите на этот слайд, это принц Артис. Принц Артис. Вы увидите, что он у него фростмор в руках, но он сидит там, все красиво, с волосами. Да, когда он завоевал. Вы понимаете, просто смотря на принц и все. И это одна из интересных вещей в этом игре. Мы можем даже вернуться к некоторым героям из прошлого, что они использовали. И то, что мы можем всех героев делать так, как вам и нам нравится. То есть мы можем взять модель до того, как он превратился в короля Лича. И так, фавориты Лысого, это банда из Вовки, которые играют на гитарах, развлекают публику. Таурен 80-го уровня. Вот. 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 И, скорее всего, сейчас из этой банды кто-то будет интегрирован в герои. Что вы думаете, что этот персонаж действительно работает? Что вы думаете, что это все-таки весело для Близзардов? Ну, я не могу говорить о том, что это работает или нет, потому что я знаю, что музыкально есть много, что нужно. Не могу, говорит, раскрывать секреты все. Да, иначе меня прямо здесь пристрелят. Пристрелят. Да ладно вам, это блад элф. Да, в самом деле, щепка, что это точно, как звучит банды. Это точно, это практически точно. Я хотел бы описать это точно, да? Но это то, что мы всегда хотим это в «Heroes of the Storm». И я думаю, это то, что это было. Вот, и как они говорили, что... ...из этой группы был Тауринг. Вот, и у него очень много заклинаний. Не знаю, у меня стрим без лагов идет, не знаю, друзья. Проверь ты, пожалуйста. Сейчас посмотрим. Вот, этот парень, говорит, может вам создать очень много неприятностей, поскольку он быстро бегает и очень мощно бьет свои гитары по башке. Есть такие, чуть-чуть так, типа, тынь-тынь-тынь, но не все время. А что звука? Ну звука я проверять не буду, иначе он у меня будет, сам понятно. Окей. То есть легкие подфризы, да, есть. Ну прям они постоянно или? Ну они так, что-то. Не обращай внимания. Ладно. Ладно, сейчас голосовал. Нету лагов, видишь, у тебя пишут. Все нормально. Все нормально. Хорошо. Значит, у нас есть два героя, два борьера, но они очень разные герои. Переводи лучше, фиксим с голосованием. А, блин. Блин, ну этот рокер это вообще нечто. Мне уже Таурен нравится. Он тебе как вообще? Вот. Создал голосование, голосуйте. Эл Ким. Да. Тридцать раз спросил, тебе как Таурен новый? Таурен прикольный, да. Аббатур. Так, я отвечу, я сплю, не будите. Аббатур. Да ладно, Аббатуру тоже ведут? Аббатур будь, я ж тебе с самого начала сказал. Офигенно, я буду ждать этого чувака. Аббатур обладает способностью запрыгнуть в любого героя, и потом с этого героя, на ком он сидит, может атаковать. Вот. И все, что Аббатур делает, это вот просто перед лицом машет, но сам не бьет. Его главное заклинание, это влезть в кого-то, да. Из союзников, обратите внимание, то есть на хлебник обыкновенно. Вот, и сейчас вам рассказывают о самой игре, как надо выигрывать, как захватывать, есть какие-то обелиски, но как я уже и говорил, я сплю, я сам проголосовался. Так что, щас, щас. А у меня знание в одном глазу, но знание английского ноль, я переводил бы с этим. Вот. Поэтому, чтобы выиграть, вам надо захватывать обелиски, вам надо захватывать здания и контролировать их, чтобы тем больше вы контролируете, тем быстрее у вас будут копиться очки, и вы будете выигрывать. И сейчас, точнее, чуть позже, мы вам покажем саму игру. Вот, смотрите, допустим. Абатур. Абатур, да. Он за стеной. Сейчас он какой-то отабатуренный. Так что, мы начнем видео здесь в секунду, и Абатур начинает делать свое дело. Так что, он в этой задней лее, но он вообще смотрит на задней лее. Вы можете видеть, что Роладерви Нови там, и она пытается спорить против этих красных игр. Она пытается спорить против Газа, Тинкер, и против Балстата. Здесь хотя бы стены какие-то есть, я не знаю. Там есть инфестация. Абатур сейчас защищает ее, и дает ей немного защищение, которое дает ей немного времени, чтобы вернуться к этой земле, чтобы она захватывать. Это круто. Абатур будет фокусироваться на задней лее. Теперь он здесь, и там есть инфестация. Он просто прыгнул в Артас, и там, он получил его. Он просто прыгнул в ЭТС, давая его команде преимущественно. И за счет этого, и за счет этого вы можете ускорить победу на себе и к своей команде. Также работать в паре, это очень хорошо. Допустим, Друид накинул щит на Нову, и, естественно, она берет меньше дамага. Абатур у нас выполняет роль как смотрящего. Он помогает наверху и внизу, поэтому это как бы помощник, нежели боец какой-то. И давайте сейчас отвлечемся от самого комментария, посмотрим на карту, видим, что она какая-то овалом. Мы такую карту в Лоле, да, с тобой видели? Ну да. Вот. И вон, опять у нас Абатур появился. Он вообще какой-то странный персонаж, я так и не понял, что он делает. Ох ты ж мать. Он больше помогает. Нет, ты смотри, что он. Да, да. В руках силового игрока. Этот парень абсолютно сильный. Я не знаю, что это был такой силовый игрок, но он очень хорошо. То есть он стал вот этим огромным драконом? Да, он его подчинил к себе и сейчас будет им манипулировать. А, офигенно. Ну хотя да, логично, он же совсем безумный. Безумный. Хорошо. Давайте поговорим о каких-то волосах. Это интересная вещь. Это вот, где он идет, ребята. Хорошо. Это вещь, которую архивы работают на долгое время. У нас есть обычные вещи, вещи, которые вы ожидали. Да, хорошо. Так, это, как все знают, Демон Хантер. Да? Диабло? Ее имя Вала. И мы имеем демон Хантер, которую мы называем Вампир Хантер. И теперь она больше похожа на Ван Хельсинга. Да, 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 да. И мы имеем несколько вариантов для нее. У нас есть белый, белый, белый. Все эти разные цветы для волос. Так что вы имеете в виду еще один Вампир Хантер на другом команде, но она может быть в виду еще что-то, что-то другой цвет, чем вы используете. Так, просто один пример. В обеих командах будет один и тот же герой, просто они будут разные расцветки. Большой красный. Большой синий. Большой синий. Такие разные модели есть, чтобы... Муркабло. Ну да, это объединенный Мурлок. Диабло. Муркабло. Муркабло. Но, да, в основном, это просто что-то, что мы хотели сделать. У него нет настоящего лора. Он не будет в Диабло 16 или что-то, что мы знаем. Подросток Диабло, которому исполнилось 16 лет. Нет, говорит, это него. Вот бычок, играющий на гитаре из Банды. Вот у него версия Альянса. А, вот это, кстати, тоже прикольнее. Гламурный гитарист разными гитарами. А водит в 80-е годы. У него эта гитара, вот, напротив красной, выполнена в виде, как ее, бритвы. Опасный. Замечаешь, да, рельеф? Такие глаза красные, светящиеся. Ну, а ты, говорит, когда мы эту игру разрабатывали, эта игра для меня была, потому что мы могли туда все что угодно засунуть, и это будет очень классно. Да, герой, на самом деле, очень красивый. Теперь Утр. Классический вариант. И, вот, Утр теперь космодесантник. Да, космодесантник. Хотя он не будет похож на героя Вахи. Но, да, здесь какой-то объединенный костюм. Тут, вроде бы, и медик, и в то же время рипер. Нет, вот... О, паладин. Это же Тир 4, по-моему, из Ванилы. Это прям совсем наглый Кыринг из Вовки. В Вовки? Нет, Вархаммер. Ты че? В Вовке такой сет был в Ванилке. Ну, это изначально Вархаммер. Прям один, два, один. Давайте без обзываний, я в Ванилку не играл, вы ошибся. Ну, Т2 это, ё-моё. Сразу, блин, дно, сразу Вархаммер. Я уже вообще спать хочу, пацаны. Сидеть, переводить. Вот. Нам представили героев. Вон, мурадины, почему нам не показали. Сейчас опять видюшку какую-нибудь покажешь, да? Нет, нам часто рассказывают, что мы хотим, чтобы одна игра не длилась больше 20 минут, чтобы игры были быстрые и... Ну, это как Лоли обычно. В Диабле там до часа. Вот. Мы, Грит, не хотим, чтобы были часовые игры, чтобы все поиграли и были довольны, там, выплеснули. Да, зашёл, поиграл. До Диабл ещё час, Диабл уже прошёл, ты опоздал, уже почти конец. Сейчас история... А, нет, сейчас идёт обзор героев, и параллельно идёт Диабл, вопрос и ответы. Да, сейчас Диабл идёт на втором. Да, будет ничего интересного не показать. И ещё раз напоминаю, что Герой — это игра, где надо играть объединённо, где вы обмениваетесь заклинаниями, где есть герои, которые танкуют, которые помогают, которые DPSят, и если вы играете в команде, вы всегда выиграете. И для каждого игрока, который попадёт в эту игру, он найдёт для себя тот или иной класс, который вам понравится. Да, тем более, что классов там довольно много, целых три. Или четыре класса, как в Лоле. Наверное, но сейчас, когда итоги будут подводить, нам покажут. И, конечно же, эти сейдж-геросы, эти другие типы специалистов, которые дизайны, чтобы пушить против армии. Главная, естественно, цель — это сделать красивый, хороший дизайн карты, героев и всё, чтобы было гармонировано. Теперь перейдём к полям сражений. Оу, а вот это круто! Хотя нет, стоп, это же... Это Wings of Liberty, да, это старик. Да-да-да, что-то я... Вот, и мы... Мы почерпнули тот опыт из Крылья Свободы, когда в одной из миссий надо было собрать кристаллы, и лава к нам приходила, вам надо убежать. Мы, видать, решили это сделать в героях. Сейчас мы это интегрируем и покажем ему, что из этого выйдет. Вот, что-то он заболтался, и я потерял его мысль. Мы сделали одну версию этого, которую мы сделали несколько месяцев после релиза, да? Да, у нас есть кастом-мапа для это — Burning Tides, но... Вот, и... Вот эти вот катаклизмы, которые могли происходить в реальном времени, мы не так уж сильно использовали на протяжении всего Старкрафта. Мы только выпустили одну карту, где... Где вам надо просто собирать минералы и выжить. Но на ладере у нас не было ничего такого необыкновенного. И поэтому в героях мы думали, что бы такое сделать, чтобы... Как бы это всё интегрировать. Вот, сейчас нам показывают... Павшую звезду. Лоркабло — это, скорее всего, лоркер с кем... А, нет... Ну, это синий тот... Ну, да. Диабло с Мурлоком. Нет, тот... Муркабло. А этот... Муркабло. Муркабло — тогда это лоркер, и... Да. С этим... Ну, понятно. А с Нексусом, говорит, мы могли бы тоже поэкспериментировать, и сейчас... что-нибудь из этого выйдет. Вот, они создали эти карты. И сейчас мы вам покажем, что здесь будет происходить. Вот, и каждый дизайнер приходил с новой мыслью и вдохновлял нас друг другу. О, или Данчик на волках. Вот. Поскольку будет большая карта, мы не хотим, чтобы два часа люди бежали. Поэтому у нас будут... Маунты. Вот. Да. Королева клинков едет на волки. Отлично. Вот, там еще вон Варвар из Диабло-3. Следующее у нас будет Подземелье. Самое главное и важное, что мы выучили из Старкрафта, и изменять карты, которые мы сами рисуем, и получать новый опыт. Вот. А, сейчас он рассказывает про ладер, что когда они рисуют карты для один на один и всех других дисциплин, мы прислушиваемся то, что говорит нам сообщество. Мы некоторые карты убираем, некоторые добавляем, некоторые просто исправляем, чтобы был больше баланс. То же самое мы будем делать и с этим. Вот. И у нас есть одна большая карта, называется... Черное Сердце. Бухта Черное Сердце. Где есть у нас вот такой вот пират, где можно собирать золото. Там же появляются сундуки, в которых есть награды, золото. И вам все это, естественно, надо найти, собирать. А потом вам надо будет находить проклятые кампусы, где будут... Кровь, и надо будет собирать против отубетых скелетов. Черные реликвии, которые тоже надо будет собирать. Также будут, естественно, гоблины, которые будут носить с собой много всего интересного, допустим, опять же таки золотые монеты. Их вам убивать надо и получать дополнительные бонусы. На эти деньги, скорее всего, вы будете приобретать какие-то предметы. Ну да, но это как бы логично. Ну да. Ну да. Вот, затем вы можете какие-то покупать карты, и... Эти карты тоже влияют на баланс игры. У Нексуса, говорит, нету карманов, чтобы все это дело складывать, надо все это тратить. Да. Вот. Также присутствует корабль Призрак, который вы можете подчинить на свою сторону, и этот корабль сможет вам помочь, допустим... В захвате. Да, в захвате и сломать те или иные оборонительные здания. Кстати, если там будет Нексус, это... ну как герой, то я даже догадываюсь, откуда им идея пришла. Нексус-ворд? Нет. Просто это опять возвращение к Вархаммеру и летающему Нексусу. Хе-хе-хе-хе. Окей. Теперь будет у нас другой... Ээээ... Кто? Охотничий... Эти... Охотничий инженер? Нет. Нет? Майнинг. Копатель. Ну... Майнинг, ну ладно. Шахтах. Шахтер. Охотничий шахт. Или шахтые охотники. Вот. Чувак собирает скальпеля свои, и он... он является подземным боссом, которого вам, естественно, нужно будет убить. И его в одиночку никак нельзя убить, его всегда надо было убивать в команде с несколькими людьми. И... И... Что он... И с него надо будет взять добычу. Когда вы эту добычу соберете, тогда... Тридцать штук надо собрать, ё-моё. Он такой няшко. Я просто пытаюсь его вообще представить. Вот. Вы можете, когда соберете эти элементы, починить его себе, и он тогда уже будет траться на вашей стороне, и это будет просто машина убийцы, которая будет убивать всё, что встанет на его пути. И... И... Будет складываться доминация той или иной... Той или иной команды. Да. Вот. Вот. Когда вы будете умирать, вы будете, естественно, воскрешаться и... И... Воскрешаться у себя на базе. Воскрешаться у себя на базе, при этом вы будете бежать с самого начала опять на середину. Это логично, если на базе. Да. И... И... И опять же таки, вот из-за этих переломных моментов будет... Так же зависит победа. Чем дальше вы... Родитесь, тем дольше бежать всё такое. Вероятность, что вы сможете помочь своим. Вот сейчас нам покажут реплей, когда они тестировали всё это дело в офисе. Вот. Не самый лучший, конечно, пример, что это такое герои, но всё равно. Лучше, чем ничего. Ну что ж, давайте посмотрим. Ну что ж, Грифон, который может везде летать и... Начал, естественно, он задираться на крип. И, кстати, спокойно его выносит. Вот. И цель данного ролика, что есть такие монстры... Герои, точнее, которые могут летать. И... Они могут убивать этих монстров и подчинять к себе. И при этом он может улететь, допустим, за деревья, и во время этого... Никто не сможет убить его и перезахватить монстров, против которых он дрался. Да, и при этом я тут смотрю, чего нет ни в Лоле, ни в Доте. Ну, по крайней мере, я не замечал, когда играл. Это, что здесь, походу, большая часть героев встаёт на сторону того, кто их убил. Ну да, вот сейчас это продемонстрировали. По Орсам, да. А что вот этих двух, которые Грифон убил, они теперь на его стороне. Да, 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 да. То есть крип, он не бесполезен, его тоже надо подчинять на свою сторону. И причём, наоборот, то есть за него надо бороться. Это интересней, кстати. Да, 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 да. То есть здесь идёт борьба чисто за всё. Да, чем больше у вас, спасибо. Вон он там на лошадку сел. То есть, да, по сути, это Дота Лоу, но более интересный. То есть они взяли из них всё лучше и поставили вот эту игру. Блин, слушай, он реально мощный. А ты чё думал? Я же тебе сказал, когда он внутри три реликвии и... Ну да, когда ты соберёшься, неостановимый герой. Да, он неостановимый, будет разрушать всё на своём пути. Но всё-таки, смотри, бедолагу, убили, да. Но там, смотри, сколько раз. Четыре героя пришло, ему влило. Да, да, да. Пять. Он говорит, молимся на тебя. Говорит, ты офигенно сделал штуку. Он говорит, спасибо, пацаны волосатые. Меня, говорит, не уволят. Всё, говорит, давайте продолжим. Он говорит, наверное, на первый взгляд кажется, что игра... Чтобы захватить всех, и, типа, цель вся в этом. Он говорит, давайте посмотрим с другой стороны на это всё дело. Смотрите, Тасадар спрятавшийся. В кустах, что он сейчас будет делать. И теперь тут смотрите, что делают красная команда. И они берут просто убивают всех, кто, типа, бил главного босса. Ну да, а он им даёт по щам. И в итоге получается, что этот босс возрождается и идёт к нему. Да, на сторону красной. Да. То есть убив этого босса, вам надо ещё его подчинить, то есть взять вот эту фигню, которую он роняет. То есть гадкая такая. Один гад подсветил, что там идёт разборки, и всех набежали и дали люлей. Да, 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 да. То есть получается, что, пока они его бьют, они не видят, не знают, тут подбегают и добивают. То есть они все коцаны и всё. Ну, так что всегда должен кто-то на стрёме стоять. Да. Ну что ж, опять теперь подводят итоги, что такое герои. Это все любимые герои Blizzard, вы будете получать море удовольствия, если будете играть с друзьями, и бесконечные игры на разных батлграундах. Ну, я знаю, что ты работал очень трудно в этом. Ну, это хороший парень у нас. Человек именем Джон Берден из CarBot. Давайте посмотрим. Новый мультик от CarBot, который нарисовал. О, посмотрим. Надеюсь, он не будет лакать. О, прям касаемо... Касаемо героев как раз, но это нечто. Георгиев как раз, но это не очень... Победим, не сильно вернули. Космический кавер. Касаемо героев в этом мире. Касаемо героев. Касаемо героев. Касаемо героев. Вот вы, не могли бы это уничать. Касаемо героев. это кэрриган это конечно да я помню эту дядьку ой я хочу хочу этот тушит все в корни а вот фиг вот это нечто да дайте бету гады да но бету никто не даст и выйдет она скорее всего не скоро хотя ну что ж это вся презентация теперь они готовы ответить на все ваши интересующие вопросы но в любом случае чую что это получится нечто офигенное и она причем реально будет не похожа на дату или лол то есть да естественно она будет базироваться на изначальной доте да то есть которая была в варике на лоле потому что она похожа чем-то то есть моменты но в целом это будет нечто новое потому что там есть свои какие-то скажем так вещи которых нет ни в доте не в лоле ну вот первый вопрос как вы будете бороться если две команды супер краслен классные встретятся друг другом они будут бесконечно воевать друг другом но говорит во первых тем лучше команды организованы тем лучше они выигрывают и у каждой команды будет определенный уровень точнее внутриигровой уровень игры поэтому на на этом уровне будут подбираться правильные правильные игроки поэтому все зависит от скилла скорее всего но как бы хороши не были две команды все равно победит а у которых будет хорошая комбинация героев которые одна контрит другого блин у меня лагать на чего фризы давайте я сейчас быстренько перезапущу стрим сейчас я вернусь я точнее стрим не отключал я просто браузер поэтому черный экран и вот вам пожалуйста без лагов когда там уже что 529 как-то незаметно но прошло как вы планируете как вы планируете сделать общение среди всеми всеми играющими в одной команде чтобы они быстрее могли отговорить стратегию и естественно выиграть вот а то говорит обычно все ругаются в чате и обзывают друг друга нубами вот но говорит у нас нету пока никаких планов как же мы все это будем улучшать наш говорит мы думаем что в начале будут играть с друзьями все а если друзья играют естественно они либо в тимспике либо в скайпе но случайных игроков мы не знаем как это все делать но мы постараемся сделать все чтобы чтобы коммуникации между двумя командами то есть внутри команды были облегчены и вот и когда игра выйдет вам сразу не будет доступны все герои мы будем постепенно вам давать доступ к определенным героям чтобы вы могли учить их возможности и таланты против кого не пробовать каждого хороши то же самое будет происходить с картами вас не сразу вас сразу не бросит на большую карту и вы не будете и не будете пушечным мясом да чувак не понимают как это королева клинков ехала на на волк что это такое это маунт будет такой я не кажется. Иди, говорит, на панель попробуй туда, потому что это маунты, с помощью которых ты будешь передвигаться по карте и быстро. Типичный дотер. Правильно. Вот этот чувак, который задал вопрос. Нексус на волке? Да. На панели имелось в виду на игровую панель, но там есть одни, про которую подумал человек в чате. Как я понимаю, отсюда моддеры ушли, но это не даёт вам права вести себя плохо. По-прежнему я банить могу. Ну так бань. Ну пока что, если я хорошо веду. Не, я там видел, что кто-то, ай-яй-яй, ничего. Ну, если будет, скажи. Ничего не могу предпринять. Но всегда могу, у тебя нет. Вышли, смотри в чате. Ну, где? Хотя бы Ник, скажи. Привет, ребята. У меня есть вопрос о индивидуальном стиле в игре. Обычно в этих типах играх индивидуальный стиле очень важно. Чтобы быть, как бы, как-то, 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 как-то. Там липиар Acts спелсер и euh, у меня есть какие-то выпürдыges могут держаться. Ага, какой-то, что было умений с novamenteом наверное Casualный листом Elite Гawnsaur. Ага, то есть какой-то причине-то может погружать так что ли у вас имеется? Парень спросил про индивидуальный стиль, если будет какой-то, блин, лысый, перебивает меня. Будет ли какие-нибудь индивидуальные стили, допустим, герои, которые именно вот под парня подходят, и вот лысый говорит, да, ты можешь показать все свои возможности, выбрав одного героя, и там будет вся статистика, сколько их ты убил, сколько раз тебя убили, и все отлично насчет этого. Что, будем смотреть дальше или на конкурсы пойдем, что там на конкурсах идет? Нифига знает, а где у нас вообще конкурс? На второй вкладке? Нет, на второй вкладке у нас нет конкурсов. Ну, сейчас я проклик. Здесь ответы. Старик, кто здесь играет? MVP. Одни корейцы. Так, здесь Вовку играет. А здесь другой матч идет, ТВТ. На самом деле, ну, нет, ну, понятно, что там делают Вовки, в принципе, да, но, блин, стримить... Я не могу комментировать Вовку. Нет, но, блин, стримить Вовку, и, в принципе, это как-то совсем странно. Нет, пока ничего, никаких конкурсов нету, я не знаю вообще, они будут, видимо, после. Да, то есть. То есть... И они могут абсолютно рвать вновь на кто-то, кто не так хорош, как они. Эй, друзья, я просто curious, кто ты считаешь, кто-то в основном объединении для этого игрока? Как бы, почему я хочу играть это в другом арене, в игре? Субтитры делал DimaTorzok Не, на самом деле вопрос глупый и почему я должен играть там во что-то Ну как бы тебя никто не заставляет, но если ты любишь, ты должен Это как я понял, по крайней мере из их объяснений Я не понимаю сленг, что они имеют ввиду под сноубол эффект Типа, что когда шар скатывается и становится все большим Ну да, эффект снежного шара Такое есть выражение в русском языке? Ну да, немножко по-другому звучит, но суть та же Сейчас кто-нибудь умный в чате мне скажет, как она правильно звучит Некоторые говорят, эффект лавины типа или еще что-то Я уже потерял первую вопросу, я уже потерял первую вопросу Подождите, что была первая вопроса? Первая вопроса была... Что ты делаешь, чтобы уничтожить целый контер-мачап? Да, сноубол, когда персонаж становится сильным очень быстро Вот теперь, в твоем же чате сказали У тебя чуть чат быстрее идет, у меня нету... А, вон, я нашел Спасибо Ну это, видать, люди, которые играют в доту или в лол знают Ну да, но это как бы логичное выражение, то есть принц Да-да, особенно ты мог его расшифровать Который, говорит, качущийся вниз, ага Не, я не сказал качущийся, я сказал нарастающий И который сметает все на своем пути, вот И вы будете думать, что, да, я могу позволить это сделать, я могу оставить мою лену Потому что мы все равно получаем эксперимент, и я выйду, и мы будем панкать этого человека И мы будем продолжать с нашими жизнями Так что это не произошло с нами, но мы будем ждать и посмотрим, что в конце случая Когда мы идем в бета Хорошо, дай мне вторую часть снова Да, вторую часть Фрисфрю Ой-ой-ой Фрисфрю Я тебя слышу 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 В скайпе Ну, не знаю Ладно, наверное, вопрос отвечу Хотя я уже забыл, что там спрашивают А, они спрашивают про построение карты Почему мы выбрали именно такие Ну, он говорит, потому что мы тестировали карты, допустим, похожие на лол и на дот Правда, они так не сказали, они намекнули на это И, говорит, мы, допустим, строили базу внизу или наверху И мы как бы пришли к тому выводу, что наше строение карты, которое у нас сейчас есть, оно самое подходящее и как-то хорошо Спасибо, ребята, что убили старую карту У меня есть больше кастомизации Будете дать нам больше кастомизации? Я видел касты, что вы говорили о маунтах Объяснилось, что вы говорили о изменении кастомизации Есть еще больше кастомизации о кастомизации? Кастомизации? Чувак спрашивает, можно ли будет своих героев изменять как-нибудь там внешность маунтов или заклинания? Но, говорит, у нас, скорее всего, будет выбор в талантах, нежели в самом внешнем виде Но в точных ответах мы пока говорить не будь хим Поэтому, говорит, когда мы это все разработаем, мы ответим на все другие вопросы И поэтому на протяжении теста, когда бета-тест будет, когда нам будут люди говорить, что типа Эй, Керриган нужны большие способности или, допустим, это способность фуфло Мы над этим будем думать и параллельно мы будем, естественно, думать о других вещах Уу, Рагнер, это хорошая идея Я могу видеть, что глубина и комплекция Абсолютно, стратегия большая на высоком уровне Но, в то же время, с системами выборов, как shared XP и objective-based mechanics И много PVE-контента Где вы видите героев, впечатляют в моба-жанре-спейс, в том числе компетитивных игр Не понял вопрос, извините Так же, как и лысый Конечно Спросили про то, будет ли герой выходить на киберспортивный уровень И он говорит, в пример он привел, что карточная игра Hearthstone Она сейчас хоть и зарождается, но там уже видно зарождение киберспорта Поэтому, когда выпустят хотя бы бету над героем, они посмотрят, что будут говорить люди, которые тестят И может быть Если будет смысл Они ее сделают Они ее сделают, да, будут на баланс обращать больше внимания И высокие уровни проигроки, естественно, появятся в героях, поэтому на базе их мнения, как Близзарды обычно делают, прислушиваются к ним, они будут исправлять игру И если игра будет получать постоянное обновление и баланс, естественно, ее будут выдвигать на киберспортивную дисциплину Это будет последний вопрос Последний вопрос Такой везунчик-то, а? Ну вот, Девпула не спросили Но он наш на колени упал Бедняга Чувак спросил, вы избавились от ботинок, которые ускоряют передвижение, но Лыско говорит, что нет, они остались, просто мы их заменили маунтами, но есть другие вещи, которые увеличивают вам скорость передвижения Вот, еще спрашивают про то, что у башен есть снаряды, и они кончаются, и чтобы их перезарядить, надо рядом с ними стоять И когда мы тестировали, когда мы убирали амуницию и обратно ее добавляли, да, две были совсем разные икры, поэтому они думают еще над этим Это звучит довольно хорошо, мне нравится Спасибо Спасибо, всем, мы вам понравились Я себя чувствую весельчаком и подуром, угадай почему Давай Ты или кто-то из твоих? Я, 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 я Потому что ты отвечаешь только по делу и мало Потому что я, по сути, ничего здесь сегодня не делал, но я постарался тоже как-то хоть чуть-чуть скрасить, я не знаю, получилось ли это у меня или нет К сожалению, знание английского не позволяет, и поэтому приходится снова молчать и этими всякими Черт, и там PS4 даже дали Подвожу, но ничего страшного, я думаю Ладно В общем, я думаю, что на этом мы как Да, сейчас будем потихоньку завершаться Да Еще раз напомним всем, что Ссылки снизу Будем все делать там, в описании Все, короче, есть, подписывайтесь, кому интересно завтра прийти, посмотреть Завтра второй день Здесь же начало тоже около того же времени Да, да, я сейчас проверю, чтобы не лохануться Кто точно знает, пожалуйста, напишите в чате Мне написали в 10, но я думаю, что будет начало, наверное, востока же, а востока же это значит, что в 10.45 Так, сейчас, где у нас здесь Артист стейч Черт Ну вот смотри Девятого, завтра у нас девятая, да? Да ладно У нас сегодня девятая Ну уже девятая, да А вот десятое число пошло Так, где ты меняешься у нас В семь часов Блин, это же американское время указано Сейчас уже просто идет повторение Да, Харстон это самое начало, на самом деле То есть мы начинали с этого, если помнишь Да, так что давайте я пока зайду на сайт Близкона С вашего позволения И нажму, нажму Где у нас тут расписание Если кто может расписание дать А вот я уже все нашел, спасибо Так Фрайдэй Сатэрд и вот Это у нас европейское время В семь часов Завтра в десять часов по Москве Если Расписание не подведет нас Да То мы будем снова с вами Да Тогда будем снова с вами В двадцать один сорок пять Опять же таки за пятнадцать минут Соберем всю толпу С вами поздороваемся И будем стримить всю программу Сначала и до возможного конца Пока не закончится вся полезная информация Как мы говорили Конкурсы мы стримить навряд ли будем Потому что В принципе это Но Не очень интересно И Это еще затянется часа на два Насколько я знаю Поэтому Поэтому Не будем рисковать Своими глазами И Здоровым и прочим Потому что Не знаю, конечно Как вы, ребят Но у нас Завтра еще Много дел И Поверьте Это Немножко сложно Поэтому Ладно Это вы у нас поймете Всем, ребят Спасибо за то, что смотрели За то, что были с нами Всем удачи С вами были Как всегда Как всегда Уже привычка Приеус Как всегда Мы Элла Дезертиры Мы с вами не прощаемся Увидимся завтра Пока-пока Пока Всем спокойной ночи Субтитры 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 Субтитры